В этом году начинающим сельским бизнесменам планируют выделить свыше трех тысяч кредитов в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Желающие открыть свое дело могут взять микрокредит до 18 миллионов тенге на 5 лет под 6% годовых. О возможностях для нетрудоустроенных граждан сегодня говорили в партии Нур-Атан на партийных слушаниях. В Казахстане почти 450 тысяч безработных и свыше двух миллионов самозанятых. Ежегодно на заработки в страну приезжают еще и десятки тысяч иностранцев, и всем нужна работа. Если для трудовых мигрантов действуют квоты, то казахстанцам предлагают новую президентскую программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Она рассчитана на 5 лет и только в этом году позволяет трудоустроить на новых заводах и предприятиях 346 тысяч человек. Принять и обучить бесплатно техническим специальностям там готовы и абитуриентов. Для старшего безработного населения без образования мы предусматриваем краткосрочную курсию от 1 до 6 месяцев по востребованным на рынке трудопрофессии. По программе порядка 26 тысяч человек мы должны охватить. Трехлетний бюджет программы – 84 миллиарда тенге. Из них 27 миллиардов потратят в этом году. Помимо обучения с последующим трудоустройством, казахстанцев привлекает и создание собственного бизнеса. Начинающим коммерсантам на селе в рамках программы планируется выдать 3300 кредитов. Что интересного в новых условиях микрокредитования? Во-первых, увеличен размер выделяемого микрокредита. Если он раньше составлял 6 миллионов тенге, то теперь он увеличен в три раза и составляет 18 миллионов тенге, что соответствует где-то 8 тысячам месячных расчетных показателей. Также увеличен срок кредита. Если раньше он выдавался до 5 лет, то теперь в сфере животноводства и для создания сельскохозяйственных кооперативов срок увеличен до 7 лет. Конечная ставка возограждения не более 6%. И это очень выгодно именно для сельского населения. Одной из задач именно этой программы является то, что можно беззалогово именно для тех безработных и самозанятых, у которых нет населенных пунктов, в основном на селе нечего поставить залог. Здесь как раз предусматривается возможность получения микрокредитов беззалогово. Потому что государство на себе берет, для тех, кто безработных, кто начинает делать до 80%, 85% на себя берет, а для тех, у кого есть свой бизнес, до 50% залоговое имущество на себя берет. Поэтому без подтверждения залоговое имущество, самое главное, можно взять кредит и начинать свой бизнес. Этим, кстати, уже занялись Павлодарская область. И деньги стараются выделять тем предпринимателям, чья бизнес-продукция наиболее востребована на селе. Мы планируем за ближайший год охватить более 4,5 тысяч человек. И уровень безработицы оставить на 4,8%. То есть это тот же стабильный уровень. Сейчас уже проведена вся информационная работа. С 1 мая в пяти районах начинаем реализовывать эту программу. Обсуждая программу, нуратановцы указали руководителям госорганов и регионов на болевые точки. Депутатов интересовало, как соблюдается баланс трудовых ресурсов на уровне регионов, качество работы центров занятости, планирование трудовой миграции, недоступность микрокредитов, судьба непродуктивно занятого населения, а также колоссальная маржа, которую зарабатывают на гарантиях по микрокредитам операторы программы. Глава государства сделал все возможное и невозможное для поступательного развития нашей страны. Привлекается из-за рубежа и выделяется из республиканского бюджета многомиллиардные средства. Открываются совершенно новые заводы и предприятия, осваиваются новые инновационные технологии. За нами осталось мало. Обеспечить продуктивную занятость населения. Вот поле деятельности партии совместно с правительством. Вот почему мы сегодня проводим такое партийное слушание. По словам Мухтара Кумухаммеда, за последние 16 лет уровень безработицы в Казахстане снизился почти в два раза. И это наглядное подтверждение эффективности социально-экономической политики президента. По этому показателю, как заявили в партии, наша страна уже обогнала Европейский Союз, Украину, Кыргызстан, Бразилию, Россию и вплотную приблизилась к США и Великобритании. Елена Шерабер, Ганиал Шимбаев, Хабар, 24, Астана.